Всем привет! Это я, ваш учитель Кари. У меня для вас отличная новость. Теперь, помимо группы ВКонтакте, мы создали группы в Фейсбуке и Телеграме, чтобы вам было проще следить за выходом новых песен. А также у вас появилась возможность поддержать меня на нашем канале Патреон и Бусти. Там вы сможете получить mp3 раньше выхода песни на YouTube-канале, а также заказать вашу любимую песню. Еще не забывайте про наш Твич-канал, на котором мы каждую субботу поем для вас вживую и играем в различные игры. Все ссылки будут в описании. Ну что, поехали? Ах, если бы я не сбежал от тебя... Я с рождения я был слаб на грани между жизнью и могилой, детство прошло мое. Но от предков по наследству перешло лекарство, что исправно пил. Хотя какой был в этом толк, не верен каждый шаг и родным плевать на меня все равно. О них я бесполезен, от того он навеки сердце ото всех закрыл. Безнадежно было уповать на счастье в миг, потому существование продолжал владеть. И столько стукнуло пятнадцать разговоры, о помолвке и невесте стали звучать. Ее нашли в семье заморского аристократа, что все потерял. Кого волнуют наши чувства? Рада словно я всегда на первом месте в дворянских руках. А я лишь спешка в игре. Увы, так больно было это понимать. С разных я людей встречал, но девчонка... Словно боров жирный, вот какой она была. Также узнал, что в детстве, как и я сам, Она страдала в одиночестве и не было друзей. В скором времени за матерью ушел отец и древний, Род богатый вымер навсегда. Очень хочу объехать вестивный мир, узнать его однажды. Вот мечта, что грело сердце ей. По-моему, не так уж плохо будет вместе нам, подумал я. Роскошен был прием, в честь помолвки нашей семьи. Для гостей тогда устроили, но... Исчезли все надежды, стоило увидеть прокрыши моей невесты. У меня в капуста без конца съедало все, что подавали слуги, Только поставив на стол. Извольшись, есть иначе быть скандалом, На него вопрос не был ответ. Мертвой матери брать в ее ушах осталось лишь. Отклонись по волку решили мы. Прошли года, но однажды до меня дошли слухи, О девчонке той дурная весть. Ведь время сделало ее злодейкой, Что есть любит блюда странные. Переодевшись я, как повар, смог попасть в поместье и на кухне устроиться. И не узнал роскошной девушки, В которого утенок гадкий превратится в зло. Заключила контракт со злобным демоном она, Свой прежний лифт взамен, утратив навсегда. Днями и ночами я готовил блюда, Очень странные на вид, пока однажды по ошибке не сказал. Отпуск вы позволите ли всех мне ненадолго? К ярости ее был не готов. Вечно я, как пёс трусливый, убегаю от проблемы. Все надеюсь, будто пронесет опять. Потому я попытался хвост под жажг бежать навеки от нее. Может, если бы на том приеме Мы с тобой найти сумели общий интерес, Я нашел бы в себе решимость И сумел от сделки бы спасти. Все еще со мной это лекарство в шклянке, Золотой флакончик крепко жал в руке своей. Я решился и не отступлю от цели на конец. Лекарство это принимал я с малых лет до сей поры, У него секрет один. Ведь с дозировкой стоит ошибиться, Тут же превратиться в яд, а но... Давай хотя бы раз поужинай вместе вдвоем, Я пригласил ее сесть за стол, Добавив в каждую тарелку супом дозировку яда для двоих. Ведь не так уж и плохо будет нам с тобой, скажи, Пробил час и начинать пора, Последний ужин нам с тобой уже! Стал теперь ингредиентом яд, Всего лишь блюдо, чай, что перед ней на столе стоит сейчас. Яд ее сразить не смог из нас двоих тогда, Лишь я один, кто смерти проиграл. И прежде чем украс мой разум навек донесся до меня печальный полной грусти вздох, Снова убегаешь в одиночестве, оставляя меня. Блюдо встал, удел, а ты не мой прискорбен, Угодил в желудок и отныне не сбегу, Мы теперь с тобой единым телом, Вплоть в твою ли в кровь навек вошел? Больше не посмею убежать, Как прежде и одну оставить не смогу, Вместе мы, не разлучит нас ничто!